Поругаться это хорошая история. Вопрос с кем и как вы потом разрулите то что вы ругаетесь. Тот человек, кто умеет превращать смыслы в конкретные сообщения и эти сообщения отправлять в массовые коммуникационные как бы каналы и соответственно генерить внимание к тому или иному человеку или бренду, он на самом деле бесценен. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя. А они расскажут как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Меня зовут Серафима Гурова, я являюсь основателем и генеральным директором креативной пиар-студии Родня. Пиарщик это человек, который думает о том, как смысл, который заложен в бренд или в услугу этого бренда, превратить в яркий информационный повод, чтобы когда ты с утра проснулся, зашел свой инстаграм, фейсбук или взял газету, если вдруг ты более старшего поколения и смог там доходчиво об этом уникальном преимуществе или истории прочитать подробно, красиво, детально и подумать, вау, мне тоже такое надо. Это не журналист, он вообще принципиально на другой стороне баррикад. Его задача сделать так, чтобы журналист передал информацию, которая есть у него и у его клиентов бренда, например. Конечно же, пиарщик должен писать и должен стать максимально грамотно и хорошо. Он должен знать журналистов, но это совсем другая профессия, принципиально другая. И это большое грустное заблуждение, что многие пиарщики, учащиеся журналистов, потом идут в журналистику и наоборот. По факту это смежные профессии, связанные, но разные. Реклама на радио Безусловно, реклама на радио – это хороший рабочий канал. Она может вам сказать, что нужно срочно купить какое-то средство от варикозы вен и намазать его, и вам станет легче. Но дело в том, что этот рекламный спот вы будете слышать в несколько секунд, потом вам еще будут наговаривать, что это обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. А с помощью пиар-материала, например, вам можно доходчиво и очень подробно объяснить, в каких случаях вам нужно использовать то или иное средство для варикозы вен, и у вас будет возможность погрузиться в этот материал и уделить ему больше внимания. Поэтому мне кажется, что это про качество контакта. Но, опять же, все зависит от задачи. Иногда достаточно действительно 30 секунд, чтобы объяснить свое сообщение. Иногда продукты сложные, и этого просто недостаточно. Радио, как и все другие массовые каналы, массовых коммуникаций, то есть СМИ, они, конечно, релевантны для пиарщика. Обязательно, да. То есть, когда ты работаешь по продвижению какого-то информационного повода, тебе радио может быть интересно и актуально и ничуть не меньше, чем онлайн-пресса или телевидение. Когда пиарщик работает с каким-то поводом, он старается максимально подобрать разные каналы коммуникации, но радио – это просто один из его инструментов, один из его списка, как бы не более того. Когда вы думаете о том, что вам нужен пиар, и вы хотите, чтобы о вас все написали, о вас как о человеке или о вас как о бренде, нужно сначала убедиться в том, что ваш бизнес, на самом деле, настолько вырос и дорос до того уровня, чтобы о нем писали. Это первый пункт. И второй пункт – конечно, вам придется, скорее всего, заплатить некому пиар-агентству или консультанту, который может обеспечить некоторые публикации в СМИ. Но, безусловно, не нужно думать, что он в свою очередь пойдет, возьмет ваши деньги и заплатит кому-то из журналистов, потому что это на языке наших специалистов называется джинса. Вообще, это некорректное, неэтичное поведение. Поэтому, если кто-то может вам гарантировать публикации или говорит, что надо просто кому-то заплатить, то, скорее всего, это какой-то шаробырник, и вам не нужно подписывать с ним контракт. Он вас обманет, и это плохо. То есть, по сути, вы как личность или вы как бренд должны быть интересны, вам должно быть что рассказать, чтобы журналист мог действительно отреагировать на информацию, которую присылает ему пиар-специалист. Поэтому нужно, чтобы вы были к этому готовы. У вас должен быть хороший продукт, у вас должно быть какое-то сообщение, у вас должен быть, возможно, какой-то информационный повод, запуск каких-то новинок или какой-то качественный апгрейд. То есть, что-то должно с вами происходить, короче, чтобы вы были кому-то интересны. И тут дело не только в деньгах. Вообще, про черный пиар это смешно, все эти разговоры, потому что, если честно, у меня академическое образование. Я училась в МГУ на философском факультете и являюсь специалистом как бы по пиару дипломированным. Фактически изучала теорию коммуникации. Вот наши преподаватели очень всегда смешно рассказывали нам про вот это вот бытующее мнение, что есть черный пиар, мы шутили, что есть еще серый, есть побелее. Глобально черный пиар, если честно, я вообще считаю, что это какой-то булшет. То есть, фактически просто черным пиаром, наверное, можно назвать методы продвижения собственного продукта, которые используют не только рассказ о том, насколько вы крутые, но это еще и история, когда ты можешь кого-то обосрать. Ну, то есть, вот некрасивые методы конкуренции, конкурентной борьбы, это можно отнести к черному пиару. Также к черному пиару можно отнести все, что связано с политическим пиаром. И много есть кейсов на тему того, как подмачивали репутацию конкурирующих партий. Но на самом деле по поводу не испачкаться никак. То есть, если какой-то клиент рассчитывает, что вы поработаете с ним, чтобы вы подмачили репутацию другого бренда, скорее всего, это уже будет нечестная игра. Это вопрос просто ваших личных ценностей и представлений. Если вы нацелены на результат, то глобально какая вам разница, каким способом вы будете продвигать свой продукт? Хейте другой продукт или просто говоря о своем продукте то, что аудитории интересно услышать? Я за второй вариант, но глобально можно по-разному. И, наверное, то, в чем называется черный пиар, можно найти тоже очень много интересных инструментов и белым пиарщиком взять на вооружение. Но глобально забудьте об этой сегментации. И разделение, оно вообще как бы ни на чем не основано. Это глупость какая-то. Ну, в целом, давайте разберемся. В сауну ходить не запрещено? Не запрещено. Любой человек может оказаться в сауне. Я, в принципе, тоже. Вы тоже. Вопрос, что он там делает. И вот вопрос в том, насколько открыто то, что он там делал. Это, на самом деле, я сейчас шучу, но глобально наличие тех фактов, которые как бы могут порочить чью-то репутацию, это очень важно, потому что глобально в вашем вопросе содержится некая провокация. Потому что фактически действительно в сауне может оказаться кто угодно. Вопрос, что там реально происходило. Но глобально, если вы имеете в виду непосредственно, что там происходило что-то плохое, ужасное, вот то, что мы все представляем, когда случилось злоусомленное депутат, то тогда, наверное, вопрос в том, что нет. Пиарщик, конечно, может уладить все, что угодно. Ну, в том смысле, что он может рассказать СМИ какую-то альтернативную картинку, продвинуть ее, да, донести как бы альтернативный контекст, чтобы вы больше поверили. Но глобально есть вещи, которые говорят сами за себя. И если это набор каких-то фотоизображений, видеоизображений, это, в общем, очень тяжело как-то исправить. Но, конечно, всегда есть такой инструмент, как, например, перебить позитивом. То есть можно что-то очень классное сделать, чтобы отлечь внимание. Или наоборот, опять же, можно воспользоваться историей, привлечь внимание к какому-то большему глобальному негативному кейсу, негативному прецеденту. Знаете, как говорят, типа, ну, а у них там еще хуже. Вот это такой тоже рабочий способ. То есть можно сказать, что, ну, ладно, я-то в сауну сходил, а бывает же еще хуже. То есть можно и так как бы пошутить. Ну, то есть глобально можно по-разному сделать. Но, в общем, смысл в том, что, опять же, и это еще вообще большой вопрос, насколько прецедент в сауне в России может кому-то испортить репутацию. Ну, уж простите, но вы помните историю со Слуцким? Он же до сих пор существует. И, по-моему, даже его должность не поменялась. То есть фактически то, что в нашей Госдуме есть люди, которые реально как бы осуществляют некие насилистные действия по отношению к посторонним людям, тем более к женщинам, они находятся на своих местах, и, типа, никто как бы во-моему не против. Так что, возможно, человек, который оказался в сауне, покажет свою маскулинность и даже соберет еще больше голосов. Обязательно. Да. Поругаться — это хорошая история. Вопрос, с кем? И как вы потом разрулите то, что вы ругаетесь? Если вы маленький, то есть если у вас история получается, что, как бы, это слон и моська, это может быть прикольно. Вы можете пытаться поругаться с кем-то очень большим, вы можете попытаться поругаться со своим равнозначным конкурентом. Это очень тоже достойная, интересная история, пример конкурентной борьбы между флагманами типа Ауди и Мерседесом, например. Они хорошо друг с другом борются. Но вот если вы захотите поругаться с кем-то, кто на 10 голов круче, больше, лучше во всех обстоятельствах, у кого есть какая-то плеяда амбассадоров и апологетов, наверное, у вас это не получится, потому что вы будете выглядеть вот в плохом смысле слова, как словно и моська. То есть ругаться — это хорошая история, она может реально помочь, но все зависит от многих факторов. Да, просто скандалы, интриги, расследования, к сожалению, в эпоху постправды — это суперактуальная тема, поэтому да. Я слышала про ее агента, действительно говоря, что он супертолковый пиарщик, но у меня есть такое ощущение, что тот образ, который в нее заложили, он действительно неожиданно стал каким-то суперпопулярным. Музова стала первой медичной личностью на российской эстраде, которую стали принимать, и она реально уже не пытается себя сделать интеллектуала, она не пытается даже скрыть этого. Она против, она, мне кажется, это такая героиня новой искренности. То есть она реально вот такая, какая она есть в реальности, ее просто, ну, приукрасили существенно, но дали возможность отчасти быть плюс-минус тем, кем она на самом деле, наверное, была. И может быть в этом залог успеха? То есть никто не будет говорить, что она дура, потому что все это и так знают, и поэтому это не причина для хейта. То есть, ну, как бы да, ей можно посочувствовать, над ней можно поржать. То есть она вызывает максимум разных эмоций и состояния. Даже я не испытываю никаких негативных эмоций. Она меня совершенно не раздражает. Она реально является зеркалом нашего современного российского общества. Она недалекая, но очень яркая и, видимо, очень трудоспособная. Это вообще, мне кажется, нужно ей память за это поставить. Без шуток. Это вообще не пиар. Дегустация колбасы в супермаркете. Это называется, ну, если профессионально, промо-акция. А так это раздача колбасы населению. То есть это никакого отношения к коммуникации глобально не имеет. И, в принципе, это продолжает быть актуальным. То есть дегустации в магазинах проводят. И сыров, и вин, и всех прочих продуктов. Но это не имеет никакого отношения к пиару. Об этом никто никогда не напишет. Только если не случится чего-то экстраординарного в рамках этой дегустации. Например, если вы не превратитесь в слона, после того, как попробовали колбасу. Или если магазин не обвалится. Ну, то есть, иначе об этом просто никто не напишет. Ну, в очень абстрактном, отдаленном будущем, в смысле, абстрактном кейсе, да, наверное, может быть и такое. А знаете, в каком? Если вы скажете, что это были колбаса из чьих-то мозгов, я не знаю, бузовой, возможно, да, это могло бы стать пиар-породом. Ну, прям завтра, если то, ничего не делать. Но если скоро, но тебя никто не знает, то вариантов, на самом деле, очень-очень много. Глобально нужно выбрать самую актуальную тему в повестке дня. Самую актуальную в наших текущих историях. Это геи, эко-тема, феминизм, градоустройство, пенсии. Можно выбрать любую из этих тем и просто сделать что-то очень громкое и яркое, чтобы действительно в рамках этой повестки дня ту тему, которую вы выберете, люди заметили. То есть, если массово люди против ЛГБТ, то, соответственно, вы можете сделать какой-то максимально абсурдный закон, который еще что-нибудь ужесточит в отношении ЛГБТ-комьюнити, и тогда вы получите какую-то поддержку. То же самое касается любой темы. То есть, нужно пытаться мыслить в конъюнктуре и искать те сообщения, которые будут актуальны. В принципе, из последней практики вы видели то, что делала Собчак. Не так, чтобы у нее тоже было много времени, но, тем не менее, каких-то результатов она успела добиться, потому что говорила те вещи, которые были актуальны для аудитории, на которые она работала. И, наверное, можно считать, что у нее получилось добиться каких-то результатов. Так что вариантов много. Главное, чтобы это было максимально в конъюнктуре, максимально абсурдно, максимально смешно. Если времени мало, то это будет работать. Или, например, максимально агрессивно. То есть, очень радикально тоже может работать. Спасти репутацию Алексея Панина, я думаю, что не стоит пытаться, потому что зачем? Это как про Бред, которого кто-то не любит или который всех раздражает. Должны быть такие герои. Вы понимаете, что массовая культура или смеховая культура – это всегда история про то, что есть какие-то герои и антигерои. Есть шуты, есть, как в русской культуре, это называется, блаженные. Есть просто странные, максимально странные маргиналы. Вообще есть странные герои, и они все, в принципе, делают медийную повестку. Поэтому они нужны, с этим ничего не сделаешь. Я не знаю, зачем ему нужно было бы спасать свою репутацию. Он отлично, мне кажется, живет в той роли, в которой он живет, и, наверное, прекрасно себя чувствует. А журналистам это всегда интересно. Очередная какая-то его экзистенциальная выходка или что-то такое странное может быть прикольно. Учиться пиарщикам нужно на работе. Все самые успешные люди в пиаре, которых я знаю, и в том числе в моей компании, это люди, которые учились и работали где-то с курса со второго, с третьего. То есть учиться можно глобально где угодно. Там, где учить читать и писать, много, там надо учиться. А пиарщикам нужно становиться во время реальной профессиональной деятельности, практической. Может очень много зарабатывать на самом деле. Мне сложнее сказать про коммерческий сектор, то есть про in-house. Вот есть пиарщики, которые работают на стороне крупных компаний, российских или международных. Там я плохо ориентируюсь, потому что я никогда не была на стороне компаний. Но я думаю, что у пиарщиков или у пресс-секретарей уровня прекрасного, я забыла, как его зовут, этого чувака, который в Роснефти недавно получил премию, господи, Леонтьев. Я думаю, что его гонорары это миллионы рублей в месяц. Может, там полтора миллиона, два, я не знаю, даже не представляю. Я думаю, что в крупных международных компаниях зарплаты, конечно, в разы меньше. Но я думаю, что это не менее 700-800 тысяч рублей в месяц, может быть, даже чуть-чуть побольше. Я думаю, что в агентствах хорошие пиарщики, я думаю, что 350 это прям типа почти потолок. Он вообще настолько дифферсифицированный. Есть много примеров, когда пиарщики переходят в категорию маркетологов. Есть много примеров, когда пиарщики становятся вице-президентами по коммуникациям и становятся очень такой глобальной функцией внутри корпорации. Это релевантно для, опять же, международных компаний. Есть пиарщики, которые создают свои бизнесы, причем эти бизнесы могут быть технологичные. Есть пиарщики, которые занимаются личным брендом, то есть работают как консультанты и тоже получают колоссальные гонорары. То есть это настолько огромное поле возможностей, потому что тот человек, кто умеет превращать смыслы в конкретные сообщения и эти сообщения отправлять в массовые коммуникационные каналы и, соответственно, генерить внимание к тому или иному человеку или бренду, он на самом деле бесценен. И он бесценен абсолютно в любых ситуациях. И для госкомпаний, и для международных компаний, и для селебрити. Вот этот человек, который сделал Оли Бузову, очевидно, что он очень неплохо зарабатывает на Оли Бузовой. И это тоже в какой-то степени пиарщик. Шнур, между прочим, пиарщик. То есть у него отличный просто бэкграунд, который позволяет ему действительно делать из Ленинграда то, что он делает. И отчасти он даже рассказывал об этом в нескольких интервью, что вся группа Ленинград и вся концепция группы Ленинград, она основана как раз-таки на интересах аудитории. В смысле, что на интересах массовой аудитории, чтобы об этом всегда было интересно говорить и писать. Мне просто нравится как музыка. И эта концепция, она именно такая, ну, концепция хорошего пиарщика. Поэтому, в принципе, я считаю, что, почему я люблю эту профессию? Потому что она абсолютно бездонна, она безгранична. Если ты в ней преуспеваешь, то ты можешь менять свою траекторию очень по-разному в течение там нескольких лет. Взаимодействие с людьми. То есть в каждый раз ты должен найти общий язык с кем-то. С клиентом, с его аудиторией, с людьми, которые оунят те каналы, которые эту аудиторию содержат. То есть это блогеры, селебрити, журналисты. Это взаимодействие с людьми, это самое интересное, это самый сложный скилл. И это самое, вообще, мне кажется, вдохновляющее. То есть тебе приходится каждый раз пытаться угадать, как себя сейчас повести, на что надо поставить ставку, на что лучше не делать ставку, что зайдет, что не зайдет. Но еще мне нравится придумывать. Я неплохо придумываю, мне нравится придумывать идеи, которые потом ложатся в основу проекта, например. Но это моя конкретная любовь, многим это неинтересно. То есть мне нравится очень многое. И придумывать, и делать, и работать с людьми. Я думаю, что в основном пиарщикам интересно, если честно, внутренний такой маячок, который есть у многих. И, например, у меня был, когда я была студентом или училась в 9 классе. Наверное, самый главный мотиватор – это управление массовым сознанием. Мне кажется, мы все думали когда-то, что сейчас мы сами пиарщиком. Мы будем управлять массовым сознанием. Нас все будут слушать, наши смыслы будут носиться до аудитории. Ну, как бы это не глупость, но как бы это смешно. Конечно, на уровне Леонтьева, который работает с Роснефтью, наверное, это актуально. Но когда ты работаешь с милыми, чудными брендами FMCG, наверное, это не очень актуально. Но я думаю, что это многих привлекает. Ну, я сейчас только очень односторонний. Ну, угол зрения на этот вопрос дам. То есть, поскольку я работаю с агентством, ну, то есть я как агентство, у меня есть клиенты. И, конечно, клиенты со своим представлением пиара. Люди действительно плохо представляют себе, что ожидать от пиара стоит, чего не стоит. И непонимание того, что ты можешь принести, какая от тебя реальная может быть польза, если ты еще не пытался с этим клиентом по взаимодействию, оно, конечно, раздражает. Непонимание, ложные представления, обманчивые представления. Вот это раздражает. Ну, я могу дать только совет начинающим пиар-специалистам, которые хотят развиваться в пиаре. Совет номер один. Почитайте американскую литературу 20 века, и вы поймете, что такое пиар. Он появился там, он появился тогда. И та предыстория, которая есть у этого направления деятельности, которая стала очень важным элементом всей каталитической системы, оно оттуда идет. И вот те страшные истории, которые разруливал пиарщик Ротшильда или Рокфеллера, это не то, как мы сейчас, вот ваш пример был про баню, а там были кейсы массового расстрела рабочих. И вот Айвели был тот человек, которому нужно было скрывать эту информацию от общественности или преподносить ее по другим углом. Как это можно преподнести по другим углом? Мне вообще непонятно. Но как-то он это делал. И это интересно. Когда ты понимаешь, что пиар всегда изначально появился как некий рупор бизнеса, ты начинаешь понимать, какие ограничения есть у этого направления в твоей текущей работе, хотя прошел век с того момента. Многие вещи изменились. Рабочих вроде как, хотя я не уверена, не расстреливают. Но, тем не менее, проблем у бизнеса все так же очень много. И это, конечно, очень интересно. Фактически, вот это ДНК этой профессии, оно вот оттуда идет. И я в свое время полюбила пиар, именно когда я прочитала историю карьеры и жизни Айвели. И это было очень интересно. Ты просто понимаешь то, что человек перевернул в абсолютно массовом представлении мнение об одном человеке. Но я могу сказать, что ему, наверное, в то время даже у меня бы это получилось. Потому что у меня было соцсетей. Все было проще. Перевернуть представление о тирании намного проще, когда нет Инстаграма и Фейсбук. А есть только несколько телеканалов и радио. Читайте новости регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова